Денис Чередов В центре Манхэттена отреагировали жители и гости мегаполиса. Об этом не только расскажем и покажем прямо сейчас. Ну а в эти минуты в Квинте в районе Раковой Бич проходит масштабная спецоперация. Спасатели пытаются найти двух подростков, которые примерно два часа назад решили искупаться, а потом пропали. И вот первые видеокадры с места происшествия известно, что одному подростку 15 лет, второму 16. На этих кадрах видно, что в небе кружат несколько вертолетов. Изначально сообщалось, что сотрудники оперативных служб разыскивают троих молодых людей. Однако вот несколько минут назад выяснилось, что одному из них удалось выбраться из воды. Сейчас он находится в больнице. В операции задействованы сухопутные морские подразделения, сразу нескольких служб. Сообщается, что к поиску были подключены и дайверы. Однако сейчас продолжить работу им не позволяет погода. Ветер поднимает слишком сильные волны. Но температура воды даже в это вечернее время 20 градусов по Цельсию, а значит, есть шанс на спасение детей. Мы будем следить за развитием ситуации. Еще, может быть, вернемся к этой теме, если появятся новые подробности. А пока к другим новостям. Полицейские в Бруклине разыскивают молодого человека, который избил 71-летнюю женщину. Джон Батист помогли случайные прохожие. Сейчас пенсионерка находится в больнице. Сотрудники правопорядка уже опубликовали кадры с камер наружного видеонаблюдения. Запись зафиксировала момент нападения. Ну вот, женщина идет по Нью-Йорк-авеню. Мужчина направляется к ней на встречу и в какой-то момент бьет пенсионерку по голове. От удара женщина падает на землю. Известно, что нападение произошло в 5.30 вечером. В это время Джон Батист из магазина возвращалась домой. Вот и слава Богу, ведь могло бы быть намного хуже. Я могла бы просто умереть. Если бы это случилось на улице в момент, когда не было машины людей, тогда я не знаю, что бы было. Поэтому я благодарю Бога, что я жива. И я уверена, что если у вас есть мать, родители или семья, вы никогда не сделаете такого ни с кем. Также Джоан добавила, что никогда до нападения не видела этого преступника. Полицейские просят всех, кто стал свидетелем происшествия, позвонить по телефону горячей линии. 1-800-577-84-77. 1-800-577-84-77. Ну, к другим темам. Все городские газеты сегодня выходят почти с одинаковой обложкой. Вот, например, издание АМ Нью-Йорк. Здесь фотография полицейских и их коллеги. 33-летнего Брайана Малкина. Он погиб в результате спецоперации в Бронксе. Причем, как сегодня официально подтвердили в департаменте, офицера убили его сослуживцы. Почему такие трагедии случаются все чаще? И кто должен нести за это ответственность? На эти вопросы попыталась ответить моя коллега Алина Полянских. На этих кадрах офицер полиции Брайан Малкин поет в машине со своими сослуживцами. Это был обычный рабочий вечер. Офицеры патрулируют улицы Бронкса в Гражданском. И это были последние минуты жизни 33-летнего Брайана Малкина. 12.30 ночи. Ист, 229-я улица в Бронксе. Именно здесь полицейские увидели подозрительного человека. 27-летний Антонио Уильямс сидел на тротуаре. Заметив сотрудников правопорядка, мужчина попытался скрыться. Началась потасовка, потом погоня и вызов подкрепления. За 10 секунд раздаются 15 выстрелов. 5 из них успевают сделать сам Брайан, который борется с подозреваемым на земле. А 10 пуль выпускают его сослуживцы. Как выяснится позже, 2 из них попали в тело Брайана Малкина, еще одна в голову офицера. Подозреваемый был убит на месте. Это трагедия. Сослуживцы подстрелили своего коллегу. Но я хочу, чтобы вы понимали, мы потеряли потрясающего полицейского исключительно по вине преступника. Именно он подвергал жизни офицеров и горожан серьезной опасности. На английском языке это звучит как friendly fire, что в переводе означает дружеская стрельба. Так полицейские называют гибель сотрудника от рук сослуживцев при любой спецоперации или задержании преступника. В Нью-Йорке в такой перестрелке в этом году уже погибли два офицера. Семь месяцев назад здесь, в районе Квинс, один из жителей Нью-Йорка захватил в заложники сотрудников салона мобильной связи. Ситуация развивалась по сценарию, похожему на трагедию в Бронксе. Офицеры вызвали подмогу на место происшествия и в результате во время задержания смертельное ранение получил офицер Брайан Симонсон. Его тоже застрелили коллеги. Многие жители Нью-Йорка сейчас задают главный вопрос. Почему полицейские допускают такие роковые ошибки на службе и по сути убивают своих же? К работе полиции Нью-Йорка сейчас много вопросов, и единственное, чем я могу объяснить эти трагедии, недостаток подготовки офицеров в полиции. Тренировки – это основной компонент успешной работы полиции. Тренировки – это единственное, что дает уверенность. Ни офицеры, ни рядовые жители не пострадают в результате работы полиции. Плюс мы не можем исключать, что иногда полицейские забывают о тактике и действуют эмоционально, что тоже неправильно. А еще источник RTVI в правоохранительных органах сообщил, что баллистическая экспертиза в расследовании таких дел проводится моментально. Все сотрудники знают, кто конкретно случайно застрелил своего. Но ни следствия, ни суда в этих случаях нет. По закону, виновным всегда считается преступник, при задержании которого погиб сотрудник полиции. В Нью-Йорке приспустили флаги. Полицейские, пожарные и сотрудники спецслужб вот так провожали офицера Брайана Малкина. Прощание с героем полицейским состоится в пятницу. Продолжаем выпуск. В Бруклине арестован помощник школьного учителя 28-летнего Кевина Лемона. Обвиняют в сексуальном насилии. Мужчина еще сам является студентом и параллельно работает в государственной школе, где занимается с детьми с особенностями развития. По версии следствия, именно в подвале 59-й школы в Бруклине Лемон несколько раз надругался на 9-летней ученице. О странных рассказах ребенка в полицию сообщила прабабушка. Сейчас со школьницей работают специалисты. Их задача детально разобраться в ее показаниях. Помощник учителя свою вину отрицает. Суд отпустил его на свободу под залог. Такое решение объясняется тем, что на данный момент в этом деле слишком много несостыковок. Новое слушание назначено на четверг. Вот если ваш ребенок стал жертвой этого человека, позвоните по номеру, который сейчас вы видите на экране. А я на всякий случай его повторю. 800-577-84-77. Ну и к другим новостям. Популярный лекарственный препарат от изжоги «Занток» запретили продавать в аптеках Нью-Йорка. Исследование показало, что эти лекарства могут содержать вещества, которые могут вызвать раковые заболевания. Об изъятии препарата «Занток» сообщили сотрудники управления по контролю за продуктами и лекарствами США. Как заявили специалисты, в лекарстве, кроме содержания ранитидина, есть и некие премиси. Они могут вызвать у человека раковые заболевания. Правда, пока содержание этого вещества обнаружено в очень маленьких количествах. И вот как эту новость прокомментировали русскоязычные представители аптечного рынка. Да, действительно, 13 сентября FDA нашел в препарате запрещенный канцероген. Но на данный момент проводится еще исследование, насколько высок уровень и насколько он опасен. Многие производители уже начали отзывать. В частной аптеке присылают письма. Наша задача – изъять из продажи, отправить назад к производителю. Паниковать не стоит, но обязательно стоит посоветоваться с врачом. Потому что на самом деле еще ничего не доказано. И тот уровень, который нашли, он очень минимален. И сейчас возвращаемся к первой теме и новости выпуска. В эти минуты в Квинсе, в районе Раковой бич, проходит масштабная спецоперация. Там спасатели пытаются найти двух подростков, которые примерно два часа назад пропали. И вот у нас даже есть кадры с места происшествия. Давайте их сейчас посмотрим. Известно, что одному подростку 15 лет, второму 16. На этих кадрах видно, что в небе кружат несколько вертолетов. Изначально сообщалось, что сотрудники оперативных служб разыскивают троих молодых людей. Но вот одного подростка спасли. Сейчас поиск продолжается. И спасатели ищут еще двоих молодых людей. Также сообщается, что с минуты на минуту драйверы должны будут присоединиться к спасательной операции. Но мы будем следить за развитием событий. Ветер поднимается сейчас слишком сильно. И из-за этого в районе ЧП очень сильные волны. Мы будем следить за развитием ситуации. Продолжаем выпуск. Уровень бедности в Нью-Йорке достиг своего исторического минимума. За пять лет цифры уменьшились почти на 4%. Аналитики утверждают, что это самые лучшие показатели с 2006 года. Мэр Билл де Блазио считает это результатом его работы. Ведь именно при его руководстве минимальная зарплата выросла до 15 долларов в час. Детские сады стали доступны для каждого ребенка. А больничные листы по уходу оплачиваются в полном размере. И вот цитата. Мы отдаем больше денег в руки работающих семей. И создаем более справедливый город для всех. Конец цитаты. Оппоненты не разделяют позитива градоначальника. По их словам, новое исследование не учитывает рост и без того дорогой арендной платы за жилье. И последнюю налоговую реформу, при которой семьи Нью-Йорка теряют тысячи долларов. В международном аэропорту имени Джона Кеннеди арестовали двоих сотрудников авиакомпании «Дельта». Их обвиняют в хищении наличных денег. Речь идет о сумме в 300 тысяч долларов. 40-летнего Квинси Торпа задержали в Бруклине. По версии следствия, он вместе с напарником узнал, что рейс номер 1225 Нью-Йорк-Майами должен доставить во Флориду ценный груз. Несколько сумок с наличными. Сотрудник досмотра в какой-то момент просто подменил багаж и передал коллегам совсем другие сумки. А затем он сказал менеджеру, что якобы заболело, отправился домой. Пропажу 300 тысяч долларов заметили только в Майами. Задержать Торпером помогла запись камер наружного видеонаблюдения. Правда, в суде подозреваемый своей вины так и не признал. А похищенную сумму, кстати, до сих пор так и не вернули адресату. Департамент малого бизнеса Нью-Йорка запустил бесплатные образовательные курсы. В эти дни уже идет набор для всех желающих освоить профессию повара. Курс обучения рассчитан на 14 недель, где пройдет специальный тренинг в Манхэттене. Но вообще подробности можно найти на сайте мэрии города. Занятия включают теорию и практику. Кроме бесплатного образования все студенты даже будут получать стипендию. Это 125 долларов в первую неделю и 16 долларов в час в остальное время обучения. Ну и что самое главное, это образование гарантирует трудоустройство в ресторанах города. А там, как известно, совсем неплохо платят. Курсы стартовали 1 октября, но набор будет продолжаться до конца месяца. И еще добавлю подробную информацию. Вы можете получить на сайте администрации Нью-Йорка. Адрес сайта сейчас вы видите на своих экранах. Посетительница зоопарка в Бронксе пощекотала нервы посетителям и сотрудникам одного из самых известных мест отдыха в Нью-Йорке. Женщина, несмотря на предупреждение, посторонним вход воспрещен, рискуя жизнью, направилась в закрытую зону парка, прямо к хищникам. Там посетительницу встретил лев. Он долго смотрел на женщину, не понимая, что же происходит. В какой-то момент жительница Нью-Йорка, ничего не боясь, начала даже танцевать. Позже сотрудники зоопарка заявили, что даже не знали об этом инциденте. Почему работники учреждения вовремя не отреагировали на такой поступок, женщины до сих пор не ясно. Ну и, конечно, самое главное, что хищник никак, в общем-то, не отреагировал на танец женщины. Ну а теперь тема от зрителей программы «Дежурный по Нью-Йорку». В нашу редакцию написали сразу несколько человек. Русскоязычные жители Большого Яблока сообщили, что на площади Тайм-сквер появился очень странный памятник. Там установили статую коня с садником. И вот наши зрители попросили дежурного по Нью-Йорку узнать, что же это за памятник и кто автор этого монумента. Мы все узнали. Знаменитая площадь Тайм-сквер в Нью-Йорке. Здесь, на пересечении ВС-46 улицы и Бродвея, появился не совсем обычный памятник. Среди ярких рекламных экранов и небоскребов на пьедестале стоит конь. На нем в полоборота сидит некий молодой человек. Внизу надпись «Слухи о войне». Многие туристы, да и жители Нью-Йорка, оказавшиеся здесь, в центре Манхэттена, на площади Тайм-сквер, сейчас задают одни и те же вопросы. Кто же этот бронзовый всадник на бронзовом коне? Чего это рукотворение и почему памятник оказался в самом центре города? Темнокожий наездник – это современный молодой человек, представитель афроамериканской общины. На голове в пучок собраны треды. Взгляд уверенный и даже немного грозный. Одет он в толстовку с капюшоном, рваные джинсы и кроссовки фирмы Nike. Автор памятника – калифорнийский художник-портретист Каэнда Уайли. Идея возникла еще три года назад, когда скульптор увидел памятник генералу конфедератов Джеймсу Стюарту, установленный после окончания гражданской войны в штате Вирджиния. В наши дни 42-летний Уайли решил смоделировать произведение. По крайней мере, конь у автора получился почти таким же, как у генерала Стюарта. Да и название «Слухи о войне» тоже имеет значение. Это такое как бы возвращение к гражданской войне в США. Это 1861 год, война между Севером и Югом. И тогда процветало рабство в основном на юге. И этот монумент посвящен в целом генералам конфедератов. Главным итогом гражданской войны стала отмена рабства по всей стране. Вот и основная идея художника Уайли – это напоминание современному обществу о правах темнокожих жителей США. Сам портретист, напомню, получил мировую известность после работы над портретом экс-президента Барака Обамы. Сейчас картина находится в Национальной портретной галерее США. А вот посмотреть на новую работу Уайли «Слухи о войне» теперь можно в Нью-Йорке. На площади Тайм-сквер скульптура простоит до 1 декабря. Все 24 часа в сутки кто-то из полицейских охраняет этот памятник. Ну или здесь всегда находятся сотрудники компании «Альянс Тайм-сквер». Так что монумент в полной безопасности. Туристы, которые специально приходят на площадь Тайм-сквер для фотосессии, увидев это произведение искусства, не сразу понимают, кому поставили этот памятник. Организаторы это знали. Поэтому по всему периметру скульптуры они установили специальные информационные баннеры. В социальных сетях жители Нью-Йорка и не только Нью-Йорка обсуждают уникальные видеокадры. Речь идет о записи, на которой сотрудники частной компании моют окна на небоскребе Всемирноторгового центра. На видео двое человек находятся в подвесных лебедках. Мужчины усердно наперебой моют окна. Это примерно 92-й этаж. Сзади мойщиков открывается красивый вид на реку Гудзон. Как часто именно таким образом приходится мыть окна Всемирноторгового центра, неизвестно. Но кадры действительно впечатляют. Напомню, что на строительство этого грандиозного проекта в 2013 году было потрачено почти 4 миллиарда долларов. В Нью-Йорке спустя 3 года вновь открыли главный магазин компании Apple на 5-й авеню. Изменилось много и в первую очередь любители яблочной продукции обращают внимание на необычные детали интерьером. С подробностями известный в Нью-Йорке блогер Илья Левянт. Предлагаю сначала взглянуть, что же нового с внешней стороны магазина. К сожалению, размер стекол остался тот же. Не смогли о них сделать больше. Хотя я знаю, были разговоры, чтобы сделать это стекло еще больше. Но что круто, они вокруг магазина поставили вот такие вот интересные, ну буквально лавочки. Они его сделали из какого-то очень прочного металла. На них приятно следить. Самое прикольное, что сверху сделано такое зеркало, через которое можно чуть-чуть увидеть сам магазин. То есть за счет этого, потом вы увидите, внутри магазин стал намного светлее за счет того, что свет как раз поступает через вот эти лавки. Ну что, давайте зайдем в магазин. Ну что, давайте зайдем в магазин. Это насколько магазин стал больше. Я сначала подумал, что мне показалось, но я потом прочитал. Да, действительно, магазин стал в два раза больше. Видимо, они раскопали землю под Нью-Йорком и все в сторону. Ну не знаю, но это на самом деле круто. Еще очень забавно, что они добавили, это то, что в магазине есть деревья. Да, как бы это очень странное ощущение. На самом деле это круто. Да, это шаг вперед, но в старом магазине точно не было деревьев. Это очень необычно. Вот, кстати, эти вот кресла, которые я вам сверху показывал. Вот, как они смотрятся из магазина. То есть, на самом деле, они просвечиваются. Во-первых, дневной свет заходит в магазин, и это круто. А во-вторых, еще по контуру, видите, сделаны такие лампочки, которые придают больше освещения магазину. Конечно, грех не взглянуть на новые айфончики. И айфон 11 у нас тут. Естественно, 11 Pro, 11 Pro Max. Я от себя скажу, что я вот, например, недавно общался с профессиональным режиссером по поводу вот этих вот камер. Потому что, ну, сейчас они позиционируют, что вот эти камеры, это самое крутое обновление в этом айфоне. И вот этот вот чувак, режиссер, он сказал, что, причем он реально профессионал, топовый, что особого исправления нет. Как бы да, это лучше камера, но ничего такого фантастического, революционного они, к сожалению, не сделали. За версию 512 гигабайт 1450 долларов за айфон 11 Pro Max. Плюс налог, нужно не забывать, еще будет где-то 7-8 процентов. Так вот, что круто, они в этом магазине сделали такие отдельные комнаты, в которые можно зайти, и они как бы, ну, моделируют ваш сал, например, да. И там можно послушать качество вот этих колонок Apple Phone. Тоже очень прикольно. Да, то есть там можно увидеть отдельную секцию Apple Arcade, это про вот всю игровую тему. Тут же какие-то семинары про новые продукты, про этот магазин. Люди сидят, слушают работников этого магазина. Ну, в общем, очень приятная такая атмосфера. Я читал вообще про создание этого магазина, они хотели добиться такое ощущение как бы общества, да. Что здесь все друг с другом активно общаются, интегрируются, да. Люди что-то узнают. То есть это не продуктовый магазин, куда ты условно зашел, что-то там взял, купил и вышел. Нет, здесь нужно пообщаться, послушать, узнать что-то про компанию. Ну, в стиле Apple, конечно, они в этом плане лидеры. И, кстати, еще такое малозаметное извинение. Раньше можно было выйти с этой лестницы винтовой тоже. Сейчас это только вход, а выходы сделали по сторонам. Ну, а впечатление от магазина действительно приятное. Илья Левянт, специально для программы «Дежурный по Нью-Йорку». Ну, и последняя удивительная история, которая произошла в Нью-Йорке. Жительницу города по имени Габриэла теперь знают почти все. Девушка сейчас борется с онкологией. На днях в этой борьбе ее поддержали полицейские. Габриэла спешила на очередной сеанс химиотерапии, но Манхэттен плотно стоял в пробках. Дороги были частично перекрыты из-за Генеральной Ассамблеи ООН. Офицеры в нарушение правил помогли девушке стража порядка, сопроводили ее до госпиталя и, по словам Габриэлы, с улыбкой пожелали ей победы над болезнью. Габриэла сначала написала слова благодарности в социальных сетях, а потом нашла возможность и отблагодарила полицейских лично. На этом все. Напомню, что в любое время вы можете связаться с нашей редакцией. Если вы стали свидетелем происшествия или сняли необычное видео, присылайте его к нам по адресу, который видите на экране. Вполне возможно, именно вашу новость мы покажем в программе «Дежурный по Нью-Йорку». А я, Денис Чередов, благодарю, что были с нами. Мы обязательно увидимся вновь на RTVI.